На выставке Invest Show мы беседуем со Светланой Касаткиной, управляющим партнером компании Exotic Property. Здравствуйте. В какой степени самые популярные туристические направления в Таиланде являются и самыми популярными направлениями у покупателей недвижимости? Или все-таки здесь четкой корреляции нет, на ваш взгляд? Я думаю, что четкой корреляции нет. Ну, конечно, в любом случае, в первую очередь, так как недвижимость сейчас покупают именно курортные иностранцы, то, соответственно, они покупают ее в курортной зоне. То есть, если мы говорим о покупках иностранцам, потому что, конечно, тайцы, они покупают в основном либо в столице, либо в своих городах. Ну, а так, это, в принципе, те же основные курорты, которые были известны ранее. Это Пукет, это Самуи, это Паттайя. Но, на мой взгляд, на сегодняшний день один из самых балансированных курортов – это, конечно, Пукет, потому что это баланс, как и природы, и прекраснейших пляжей, пляжей с белоснежными бухтами, песчаными и инфраструктуры, чего нет на других курортах. На ваш взгляд, те люди, которые сейчас интересуются Таиландом, в какой степени они думают об этой покупке как об инвестиции? И вообще, можно ли к Таиланду относиться как к инвестиции? Раньше, конечно, больше люди интересовались экзотической недвижимостью с целью проведения в ней своего отпуска. И рассматривали экзотическую недвижимость как второй дом, где можно жить, приезжать, отдыхать. Зима, вася, как раз Таиланд стал предлагать, когда начинают планировать комплекс квартир, они предлагают, уже начинают на этом этапе, они ведут переговоры с отельными сетями, достаточно известными, мировыми, не только тайскими, но и тайскими тоже, конечно же. И уже на начальном этапе заключают договора с этими сетками, которые в дальнейшем забирают весь этот комплекс в управление. И, соответственно, когда нам потенциальный покупатель говорит о том, что его интересуют именно инвестиционные проекты, мы, конечно, предлагаем рассмотреть такие варианты, где можно заключить с отелем договор на 5-10, а то и 15 лет, отдать свою недвижимость в управление серьезной какой-то сети и получать где-то 7-8% годовых. Я готов вложить определенную сумму, каковы должны быть мои дальнейшие действия? Мы выясняем цели человека, готов ли он тратить время на это, либо он хочет просто вложить эти деньги и не участвовать в процессе управления, либо он хочет, например, инвестировать в какие-то объекты, отдать их в управление, там, в одном или нескольких комплексах, и в зависимости от этого мы уже делаем предложение, потому что это может быть несколько, допустим, небольших квартир, как раз вот в кондоминиуме, в кондотеле, да, который находится в управлении какой-то известной отельной сети. Есть вариант, например, гарантированного дохода, это когда человек получает 7-8% годовых, либо можно выбрать другую программу не гарантированного дохода, а фактического дохода, то есть бывает так, что человек хочет иногда сам приезжать, останавливаться, отправлять родственников, там, не знаю, жен с детьми, например. Вот таким образом можно любое время проводить в этой недвижимости и в дальнейшем отдавать отеле управление, что может быть тоже интересно, и, пожалуйста, это может быть доходность и 10-15 годовых. Вы сказали, что все зависит от целей. Какие цели, и вы понимаете, что да, вот это точно Таиланд, а не какая-нибудь другая страна? Я поняла. И заодно, а какие цели, вот, нет, это не Таиланд. Я думаю, вы знаете, даже если цель инвестиционная, но если человек вышел из самолета и понял сразу, что это не его страна, там она не так выглядит, ему не нравится тайцы, не нравится запах, все, это точно не Таиланд. В любом случае, из моей практики, даже если цель абсолютно чисто инвестиционная, человеку должна нравиться прежде всего страна. А дальше варианты могут быть совершенно разные, то есть если человек хочет, там, периодически приезжать сам и отдать в управление, свою недвижимость не париться, и чтобы крупная отельная сеть заботилась о его объекте, Да, это Таиланд, и хорошие инвестиционные программы, на сегодняшний день 7-8% годовых, по сравнению со многими другими странами, это достаточно высокая ставка. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok